Именно от ковида, да, потому что нужен QR-код на данный момент. Мне необходимо и для работы, потому что работа связана как раз сферой организации там и так далее, в первую очередь, да, и во вторую очередь, да, то есть, ну, самому там в кафе сходить там, да, с женой как раз где-то различных, кинотеатр там и так далее. Ну, то есть, ну, сфера отдыха в любом случае, она присутствует того, что нужен QR-код. Это нужно всем, в общем-то, сделать, потому что чем больше будет привитых, тем меньше у нас будет распространяться эта болезнь. Вы мастернировались? Да. Вот причина. Почему в этом? Причина, ну, во-первых, боязнь заболеть. Мой бизнес связан с большим количеством людей, особенно детей. Я считаю, что вот не до конца осознанно населением вот эта проблема не дает нам возможности дальше существовать в свободном таком режиме. Все-таки нужно как-то включать голову, прям очень нужно. В прошлом году я переболела и считаю, что обязательно нужно, потому что я болела очень сильно. Здесь столько народу проходит и не надо никуда идти, бежать, искать, что-то там записывать, сидеть в очередях. В очередях поликлиники я здесь прошел, прогулялся и вакцинировался заодно. Это мобильно. Возле цирка есть и здесь. Вчера увидели информацию, поэтому мы решили посмотреть. Идете в первый раз вакцинироваться? Нет, вакцинироваться не первый раз уже. Уже вакцинировались и узнать, когда можно привиться в следующий раз и от гриппа. Можно ли будет привиться? Я вакцинировавшись. Скажите, почему вы решили вакцинироваться? Честно, собирался в бассейн. То есть ваша причина была QR-код получить? Да. Надо, значит, надо. Вот и все. Весь разговор. В таком возрасте надо немножко думать. Мы же молодые, могут перебороть. А у нас может не получиться. Ваше мнение по поводу вакцинации. Как вы считаете? Надо. Почему? Скажите. Потому что человек потом не болеет. Вакцинировались сразу давно. После вакцинации не болеет, да? Нет. Мы вакцинировались, да. Скажите причину. Почему вы сделали? Для чего? Наверное, принуждают. На работе принуждают. Да, чтобы попасть в какие-то заведения, посидеть. QR-код нужен, да. Не то, чтобы мы прям верим, что она излечима. Люди, которые делают прививку, они тоже болеют. Вакцинировались? Нет. А почему вы таки? Не доверяю вакцине. QR-код есть у меня. Но вакцинироваться я не буду. А куда ходить? В торговые центры? Что там делать-то? Есть рынки, базары такие же. А что вас может заставить от вакцинироваться? Что должно произойти, чтобы сказать, что вы пойдете и скажете, я вакцинируюсь? Ничего не заставит. Я не буду вакцинироваться. Ну, я и не болел коронавирусом. У меня два года уже я соблюдаю изоляцию, в принципе, и особо никуда не суюсь. Пока не ходил еще. Не ходили? Почему? Ну, пока же времени не было. Сейчас у меня просажены иммунитеты, и вакцина меня будет немного слабить. Сейчас закончится рыболовный сезон, и отвакцинируюсь. А вы вакцинировались, скажите? Да, просто это обязательство на работе. Поэтому не было выбора, можно сказать. Так бы я, наверное, не стала, потому что я не доверяю этому всему. Скажите, почему не серьезно? Ну, потому что не доказано никакой реакции, то, что это реально помогает. Потому что даже есть знакомые, которые вакцинировались, а все равно потом заболевали. Сейчас очень большая идет тенденция по заболеваемости по Сарату и Саратовской области. Поэтому я считаю, что нужно максимально населению проявиться. Потому что всех подвязали на этот QR-код. Все. Это ваша причина? Да, это моя причина, да. Мы вакцинированы. Мы вакцинированы, чтобы коллективный иммунитет вырабатывался скорее. И из двух зол мы выбираем меньше. Считаем, что лучше привиться и в легкой форме перенести, если все-таки мы заболели. У всех разные мнения, и никто не может прийти к чему-то одному. Нужно или это, или нет. Кто-то говорит, что нужно переболеть и самостоятельно получить антитела. Кто-то говорит, что обязательно нужно вакцинироваться. И опять же люди говорят, что тогда организм слабее становится. В плане того, что он не вырабатывает сам антитела. И столько всего разного. И никто не может дать точный ответ. А вы к чему склоняетесь с Польшей? Если не знаешь, что делать, то не делай ничего. Я так считаю. Причина одна. Хочется жить. Больше нет. Причина. Самая главная причина. Жизнь самая дорогая, что нам дано. Так, чтобы из работы не выгнали. То есть это основная причина, да, приходит? Да. Мне, в принципе, все равно. Я не боюсь ничего такого. Поэтому с работы потребовали, пришлось сделать. Все, кто у меня появились из знакомых, все переболели заново. И смысла от этого нет никакого. Я не знаю даже вам, что ответить на это. Вы не вакцинировались? Нет, не вакцинировались. Потому что нормальных данных о этой вакцине нет. И подвергать себе опасности своих близких я не могу. Я же не подопытный кролик, извините. Всю жизнь мы вакцинировались. Ставили прививки БЦЖ от кори и полиомиелита. Почему от ковида не вакцинироваться? Я уже вакцинирован. Я не вижу никаких причин отказываться от вакцинации. Ничего плохого я не вижу. Так что можно идти и делать спокойно. Желаю всем вакцинироваться, потому что все-таки это какая-то гарантия безопасности.